Всем тем, кто до сих пор считает, что покос сухой травы на своем участке лишняя трата времени, волонтеры и сотрудники МЧС вручают памятку с данными печальной статистики. Травяные палы почти всегда развиваются стихийно. Они выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния. При сильном ветре, как сейчас, фронт огня перемещается со скоростью до 30 км в час, а это кратно осложняет тушение. Часто на глазах владельцев огонь перекидывается на дачные заборы, деревянные постройки и сами дома. Сжечь или скосить, согласно действующему законодательству, собственники частных домов обязаны произвести покос травы не только на принадлежащих им участках, но и на территории, прилегающей к ним. Их действия с огнем, а чаще все-таки без действия в виде сухой травы с человеческий рост, тоже квалифицируются как административное правонарушение. В ближайшее время в Забайкалье будет введен и временный запрет на посещение лесов. Ограничения будут действовать 21 день, чтобы хоть как-то стабилизировать пожароопасную ситуацию. Хочу вас проинформировать, что на территории Забайкальского края введен особый противопожарный режим. Сейчас запрещено сжечь траву, научить ребенка, как позвонить в пожарную охрану. Именно дети и подростки в последнее время, беспечно играя с огнем, сами становятся поджигателями. Днем 13 апреля в пожарную спасательную часть города Нерчинск поступило сообщение о пожаре сухой травы в районе улицы Локаторная. На ликвидацию было направлено одно отделение на автоцистерной в составе 4-х человек. Благодаря своевременному сообщению и реагированию удалось не допустить перехода огня на строение. Пожар был ликвидирован на площади в 150 квадратных метров. Кто поджег-то? Фамилия, имя, отчество? В четвертом классе учится, да? Это уже 12-й ребенок с начала года, из-за шалости которого возник пал травы. Все материалы по детям-поджигателям направляются в полицию для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних. Родители виновных будут вынуждены возместить все средства, затраченные на ликвидацию возгораний. Дарья Пьяникова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.